Я прошу прощения с очень стройным соблюдением регулярного дата. Каждый доклад уже 5 часа, который мне у нас не лежать, как хочет. 20 минут доклада действует на обсуждение или без обсуждения вопросов. Первый доклад Катя Михайловна Николаевна. Повторы. Зачем они нужны в тексте? Владимир Николаевич очень много занимался текстом и очень много сделал в этой области. И очень жаль, что его труды не проходят в школе, говоря уже об университете. Потому что он сформулирует основные позиции структуры и инфраструктуры детства. Я хочу сказать о том, о чем он не говорил еще, или мне это не попало, о повторах. Ну, что такое повтор, сказать довольно трудно. Хотя кажется, что это легко. Считать ли повтором совпадающие донатары, анаполику, перифористические сочетания и так далее? Я считаю, что нет. Потому что в этом случае идет развитие информации в тексте. А как повторы, как заметил польский семиотик Ежи Фарина, желательные повторы возвращаются назад. Возвращают нас назад. И обращают внимание на план ворожения. И они тормозят текст. Поэтому я хочу говорить о буквальных повторах. Ну, повторами занимались очень много. В первую очередь, конечно, нужно сказать о статье огромной Осипа Брика 17-го года «Звуковые повторы». Однако Брика в основном занимался звуковой стороной. И его выводы состоят в том, что группы согласных повторяются по несколько раз. Ну, Брика принадлежит огромная разработанная классификация повторов. Там А, Б, Б, А, Б, А, Б, С, Б, А, С, С, А, Б и так далее. Ну, там, Тра-Б, Б, А, Бизруляйль, Б, А, Концорт, Брузинки, Молодой и так далее. Мне кажется, наиболее интересным в наблюдении в бликах было то, что слова разной этимологии и разной семантики тянутся друг к другу из-за повторения согласных. Туртуманно и темно и так далее. Ну, считается, что именно эта статья 17-го года Брика легла в основу в будущей статье Эйхенбаума «Как сделана шинель в облике». Но, не будучи знакомой еще с работой Брика ранее, я проанализировала много лет назад звукопись в слове Панку-Иберли. Точно так же развиваются системы антитезов парторов, например, сорокев, таласкодажа, выржа, жребий и так далее. Однако, эти звуковые конструкции, на мой взгляд, не являются подлинными повторами. Это определенным образом заданная звуковая контекста, не несущая никакой функциональной установки, кроме чисто поэтических парикатсонов. А ведь возьмем любое стихотворение. Я взяла два стихотворения не самых знаменитых или, может быть, неизвестных, и не самых лучших. Это баллада о прокуренном вагоне Кочеткова, которую, наоборот, все знают по фильму «Ирония судьбы» или, во всяком случае, читали. Но, не знаю, сколько ее читать, так как, по-моему, это общеизвестная вещь. И в этом стихотворении Кочеткова повторяется практически почти все. Оно пронизано повторами, которые соединяет текст и держит в существенном напряжении. Повторяющие строки идут через одну, но каждая строка новой стропы рифмуется пятой от себя строкой в этой же строке. Странно, рано, ветвями, слезами, пилой, смолой, буду повсюду, нераздвоимый, любимый, вдвоем, дом. Есть и лексика, семантическая перекличка. Раздваиваться нераздвоимый, ветвями, пилой, смолой, любовь и смерть, любимый, и, наконец, трижды повторенное, с любимыми не расставайтесь. Но, подавленное Кочетковой наполнение, я не хочу останавливаться на сложной системе антитез-повторных, которые также скрепляют текст. И, будучи антитезами-повторами, они держат текст как пространство, то есть это именно то, о чем, я бы сказал, гениально, писал Владимир Николаевич Сафаров, что текст структурирован, как пространство. Ну, стихотворение Кочеткова широко известно, он погибает в вагоне. И вот стихотворение полное его антитеза. Стихотворение Иосифа Куткина. Двое тихо говорили, расставались и корили. Ты такая, ты такой, ты плохая, ты плохой. Уезжай в Ленинград. Как я рада, как я рада. Дело было на вокзале, дело было этим летом. Все решили, все сказали. Были куплены билеты, паровоз к дыму по пояс бил копытом на пути, Голубой курьерский поезд вот-вот думал отойти. Уезжай в Ленинград. Как я рада, как я рада. Но когда чудак в фуражке поддал маленький флажок, Паровоз пустил в барашки, семафор огонь зажег. Но когда в 12.20 бьет звонок один другом, Надо было расставаться, надо было расставаться. Дорогая, дорогой, я такая, я такой. Я плохая, я плохой. Я не еду в Ленинград. Как я рада, как я рада. В этом стихотворении, мне кажется, Оно полностью антитетично стихотворению Кочеткова. Кочеткова написано в 32-м году, это в 35-м. Она провожает его, они вскоре на платформе, Хотят расстаться перед гибелью, но не едут. Здесь также рифмуются прецензурные элементы первых двух строк. В обзоре сказали, по пояс в гость, Фуражки-парашки, по парам на строке строк, Летом билеты, уйти, отойти и так далее. И само оно строится на системе антитет-склип. Она обвиняет, значит, он обвиняет ее, Ты такая, ты плохая. Она обвиняет его, ты такой, ты плохой. В конце они обвиняют сами себя. Я такая, я плохая. Ты такой, я плохой. Смысловая ломинанта, я не еду в гибельда. Вначале уезжаю в гибельда. Если вернуться к эпохе тысячелетней давности, То то же самое мы замечаем в книге Слово о полке Игорь Игорь. Песня. Если вначале Всеволод к вас лево заявляет, Что у него кони готовы, Оседанная у Курска напереди, А мои куряния следуют к мете, Пути им ведомы, и руки им знаемы, Пути луцы у них напряжены, Туны отковены. То мы уже знаем, Что через ось памятника Все будет наоборот. Ярославль нас сообщает, Что тьмы нет, а зонца беспощадно, И в поле безводной Жаждали им лучи прижать руки, То есть тугою им дуны запчат. То же самое, если вначале Солнце тьмоет, пульс наступашек, И в конце насмеет цельный путь. Если вначале Славль еще по пусть пе, То в конце соловьи веселые песни, Все слово строится на повторах. Игорь повторяет слова реки донца, Кончак повторяет слова кзака, Сфатастроф киевский повторяет слова автора и так далее. Вот я рассмотрела тропясь три произведения. И могу сказать так, Что система повторов Характеризует любой стих. Повтором является и ритма, и аллитерация, и ритм, и метрика. И альтернационно-ассадансная структура – это также Повторы звукового уровня. Собственно, и самые ритмы Родились из потребностей повторов. Но об этом пишут в специальной книге Исследователь стиха Векшин. И в новом литературном образовании 2008 год Была огромная дискуссия О его работах и о метафонии. Метафония – это перемена согласных в корне. Клуб – клубом. Ворон – норовить. Томный, умный и так далее. Выступали Лукова, Орлицкий, Кузьмин и другие. Но одинок ли поэтический текст В этой своей устремленности на Повторы. Обратимся к совершенно иному виду текстов. Стану, благословясь, пойду, перекрестьясь Из-за длинни, изборот воротами На широкий двор, в чисто поле. В чистом поле помолюсь и поклонюсь. Есть двенадцать ветров, двенадцать витров, Сильные, пыльны, как сушите, крушите весной По поле, могу читать и дальше. Это заговор на любовь. Возможен ли вы на разруку? Стану, не буду, славясь, пойду, не перекрестьясь, Выду, не эти медвы, мы, Выду, порваю, не бельтом и так далее. О повторах русской народной традиции Есть хорошая книжка Амраяна. Она пишет, что она, классифицируя виды повторов, Выявляет нанизывание, кольцевую структуру и кумуляцию. Она считает, что повторы ведут нас К архоической структуре, К какому-то древнему, непонятному тексту. Ну, в книге Амраяна приводятся более усложненные фоторы, Чем те, которые говорили, Но они есть у каждого человека. Когда ребенок растет, То его, говорят, пугают, Стоит черный-черный дом, В нем черная-черная комната, У нее черные-черные стены И черные-черные окна. В этой черной-черной комнате Стоит черный-черный стол и так далее. Страшивки обычно не заканчиваются, Так как дети пугаются. По мнению Амраяна, Слово в заговорно-заклинательном тексте Является одним из средств Створения особого ирреального мира, Где происходят определенные события. В рамках ирреального мира Может входит только вербальная составляющая, То есть повтор ведет нас К наиболее архаичным способам И моделям освоения универсума. Но так же и польский исследователь Ежи Бартминский Говорит, что повтор Самым тесным образом Связан с сакральным взглядом на мир. Однако, В данном случае Во всех работах по поликлористике Не сказана простая фраза Заклинание заклинает. То есть говорящий Обращается к кому-то Просьбой или мольбой. Он заклинает. Снова вернемся к поэзии. Вот севтворение Мушкина Талисман. По сути, Оно является Типичным заклинанием Заговом Вот она с ученицами. Талисман Это Волшебница Молодая Назвитар Талисман Известно, Что поэту Было подарено Кольцо. Итак, Авторы Ведут нас На первую. Поскольку Заклинание Это Мольба. Это Обращение Нетой Иномерной Сильи. Как Могонодоносной Так и Могущественной. Но у меня Было Счастье И честь Конечно Честь Быть оппонентом Татьяны Якиной Ильи Завинковой И ей были Обисаны Модели Обращения К индуистским Божествам К индийским Именам. Имени Бога Или обращения К нему Обязательно Должны Были Повторяться. Вот Перевод Татьяны Якиной. О Боги, Вы, Которых На небе Пребывает Одиннадцать, На земле Пребывает Одиннадцать, Живущих Водок Со всей Мощи Пребывает Одиннадцать, О Боги, Примите Эту Жертву, Сова Очищается Для Нас За Завоевывая Коров, Завоевывая Колесницы, Завоевывая Золото, Завоевывая Солнце, Завоевывая Воды, Завоевывая Тысячи. Опускаем. Дальше Именно так Обращается Божеством Божеством Сихим Жена Игоря Ярослава. Точно Также В подприемном Слово Несомненно Обращается Сихим Королевич Елисей, Разыскивая Свой Невесту. Там Ветер, Ветер, Ты могуч, Там Месяц, Месяц, Мой Дружок, Свет, На солнышко И так Далее. Самое поразительное, что именно так была построена песня о Сталине, которую мы учили с детства. Сталин наша слава воевая, Сталин нашей юности в полет, с песнями борясь и побеждая, наш народ за Сталином идет. То есть абсолютно по модели лидийских гимнов. Маловероятно, чтобы авторы этой песни были знакомы с текстами лидийских гимнов. Очевидно, здесь работает то, что можно назвать скрытой памяти индоэропейской хайки. Христос в Нагорной проповеди призывал краткости молитвы. А молясь, не говорите лишнего, ибо как язычники, ибо они в своем многословии в Думовство будут услышаны. Это Матвей стих 6. Выражение многословия обычно так и передается во многих языках, начиная с греческого языка Нового Завета поле логия. И только один раз мне в Финляндии попалась в руки Библия, где мне в этом месте было сказано, что не надо поступать как егиди и язычники Пятенс, которые repeated and repeated. К сожалению, я не записала выходные на ночь именно этой книги, потому что всюду говорится о Богословии. Однако, что хотя Христос говорит это на самом деле в христианских молитвах имеются повторы не только синтаксические, но и буквальные повторы конструкции. Придите поклонимся Царю нашему Богу, придите поклонимся и приподнем Христу Царю нашему Богу, придите поклонимся и приподнем Самому Христу Царю и Богу нашему. Но эти примеры можно варьировать до бесконечности. Святые Божи, святые крепкие, святые бессмертные помимо нас. О чем говорит все вышесказанное? Как кажется о том, что есть ли настоящие стихи, есть ли это стихи, они в конце концов восходят до заклинания, к просьбе мольбе, молитве. И уйти в молитве и заклинаниях от факторов нельзя. И теперь я хочу привести фразу из стих твоей Кочеткова, с которого я начала. Я за тебя молиться буду, ибо стих это обращение к кого-то иному, будь то любимая женщина, любимый мужчина или божество. И именно реальные повторы, лексическое верное свидетельство установки на связность, на козы силу, как и силы с текста, говорят об архаичности исходных поэтических моделей, которые так старался найти на козы. Пожалуйста, вопросы. Вопросы, выступления. Светлана Михайловна, тогда, наверное, надо повторить, включить анаграму. Да, конечно. Я очень сильно сократила. Вопрос ответной структуры. Но анафолику нет. Потому что анафолика избегает автора. Вот там, в комнату вашей человек, он был там. Нет, я имею в виду. Да, да. Если архаичные тексты, то к анаграмм не обойдешься. Если запринания и так далее, космограммические, то не обойдешься без вопроса ответной структуры. Я боялась. Вопрос в том, с чего начались повторы, что было раньше? Вопросы, ответная структура или звучали повторы? Я хочу сказать, что когда Христос говорит, Христос, я боялась в ликоощус, кощунственной, что не нужно говорить много слов, а молиться очень просто. И там факторы. И там факторы. И там факторы. И там факторы. То есть без факторов обращение в молитве невозможно. И в стихе. Почему одинаковые синтаксические конструкции – это повторы? Однотипные. Ну, я считаю, что это повторы. Одинаковые синтаксические, да. Повторяются подряд и будут. А вот стихотворения Маяковского, где нет повторов, они не очень хорошие. Ну, я считаю ритмом, повтором, и звучание, как бы, повтором. Вы ушли, как говорится, в мир иной. Пустота, летицы, звезды, выразы, веселители, авансы и глядь, трезвость. Вот это сочетание. Врезвость, трезвость – повтор. По блику. Вы сказали, что еще много упустили. Имелось в виду примеров или какие-то жанры тоже? Я упустила ансетезы «Повторы». Вот всю эту линию. Которые, довольно-таки, формируют текст. То, что как раз не «Повтор», а «Народ». Ну, это тоже «Повтор». Тоже называлось «Повтор, сопротивопоставление». Да. Да. Да, пожалуйста. Татьяна Михайловна, а возможно, порождение текста так, чтобы повторов не было? То есть, когда мы той же самой звукописью, мы какое-то настроение высказываем, да? И невольно она в тексте просто при порождении получается. То есть, нельзя ли рассматривать как как раз отсутствие «Повтора», как сознательную деятельность нашего при порождении текста, чтобы не превратить, скажем, научный текст в слишком поэтический? Ну естественно, когда мы пишем научный текст, мы не стремимся повторно. Я даже как-то это… Вот именно этим отличаются стихи. Основная мысль моего доклада была, что стихи – это молитва. Вот так. А научный текст – это поет по-другому. Да, пожалуйста. А современные стихи, постмодернистские стихи? Где в основе нет «Повтора»? Это плохие стихи? Я не уверен. А если нет? Значит, есть. Ритма, метр, метр, метр как такового. А давайте сядем. Ну, посмотрим. Пожалуйста. Пожалуйста. Если я работаю Татьяной Яковлевой и Великой, где можно расширить вообще этот материал из индийских текстов, скажем, взять индийские сутры, которые просто состоят из одних почти повторов. Повторы там ведут, страницами текст повторяются иногда с небольшим поворотом. И это уже явно не обращено к дожеству. А это именно должно завораживаться в аудитории. Если вот обратиться к Татьяной Яковлевой и Северной Северной, то это тоже завораживание этого божества. То есть, в конце концов, в том случае, повтор – это, в общем, ну, как способ гипнотизии, называется. Или вот эти монархи, которые будут нам нырять все время. Я поняла, то, что вы говорите – это очень сложная вещь. Такой писательный, известный, как Волгус Хаксли, исследовал влияние золота и говорит, что золото завораживает действия гипнотические. Поэтому в церкви очень много золота. Поэтому золото и завораживающих стихов – это все, ну, как бы, от любви уходит в другое. И довольно сложно различить. Понимаете? Завораживание – это тоже мольба. Насколько повтор, в общем, это связано с начальными восприятиями. Дети произносят массовые эффектные звуки. Из них выделяется то, что родители обучают и повторяют. То есть, нет родителей – это делают животные, и ребенок больше потом не выучит. Как делают животные? Ну, есть дети, там, эти маури, да, знаете, так сказать, когда дети выучили животным, потом не воспринимали человеческую речь, они обучали следующую. Потому что с помощью повторов выучены вот эти вот такие звуковые задействования. И ребенок, когда учится, он же говорит маму слуху, ам, 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 и, ам, ам, ах, 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 ах. Выделяется там эта мама, которую он вгрузит папа, я у нас мама где-то там кажет на дворее. И вот этот повтор, он изначально, и депутин не может сам по себе осознать «иза это проверять на том, две двух местах», поэтому это вообще в основе того, восприятия, наиболее считают, что не так. В конце концов, потому что неравний наслый день потух, не во всной ночи углывает, не, не, не. Оно же по той же самому политическому уровню. Может быть, стоит начинать с него? Может быть, интересно смотреть в такую семантическую связь через семантическую нашу? Я не знаю, мне кажется, что это было интересно. Это одно непроизводительное. Нет, я думаю, что это связано. Что касается детей, которые выучили в Руковске, как в Руковске, как в Руковске, было известно, и только Захамаба и Амаба – это технические русские паралиты, они действительно находящиеся песни, где выучили только десяток слов. Да, все. Спасибо. Как всегда, на самом интересном месте вам будет. Спасибо. Пожалуйста. Дюймандес Тейн – периодизация НИИ. Русские писатели с энтузиазмом воспринимали как та для них новое литературное чечение постголовейки. В советское время, как вы знаете, социалистический реализм вряд ли отпустил постмоломистские литературные эксперименты, и эти эксперименты только существовали в сообществе, как, например, «Москва-Бедушки», «Венедикта» Герафеева, но не в официальной литературе. Новая русская постмоломистская литература в 90-х лет прошлого века вызывала мало интереса у западной публики. Мы охотно читали завистовскую литературу, но новая, официальная постмоломистская литература нам уже оказалась старой. Были, конечно, переводы таких писателей, как Пелевина и Садовкина, но даже они, совсем неплохие писатели, были в нашей публике не по вкусу. Одно исключение андегранд-герой нашего времени Владимира Маканина, одного из редких, старых писателей, отказавшихся в состоянии возобновиться после перестройки. В моей стране, Голландии, этот роман перепечатывался несколько раз. Появление постмоломизма в России сопровождалось с большим потоком теоретических и критических статей об этом чечении. Это привело к тому, что и писатели, и критики скоро понимали, что так называемое «новое течение» было на самом деле уже давно существующим в мире, что они, в сущности говоря, применяли старые приемы. Это одна из причин, почему русские писатели довольно быстро отвергались от постмоломизма. Другая причина была, конечно, что в конце прошлого века западный постмоломизм явно был на закате, и уже стала начинаться новая культурная течение. Благодаря отсутствию цензуры и обстоятельным дискуссиям и статьям о развитии литературы, с начала XXI века русские писатели сразу принимали участие в новом процессе. Постмоломизм быстро уходил в литературу. И говорится сейчас в литературе о новой искренности или новом реализме. Для известного критика и философа культуры Михаила Лепштайна, работающего в одном из американских университетов, XXI век является даже началом совершенно новой эры, в которой культура, благодаря тому, что происходит в области новых средств массовой публикации, вступает в фазу, существенно отличающуюся от того, что было в культуре до сих пор. В своем докладе я хочу немножко остановиться на интересном процессе развития литературы и культуры вообще. Какие чечения или периоды можно различать? Почему культурные чечения возникают и потом, через некоторое время, когда истязают, можно привести к границе между чечениями? И имеет ли смысл говорить о чечениях в процессе постоянного изменения? Такие вопросы мало обсуждались во время фосболинизма. Теория периодизации была злободетным вопросом в начале XX века, но с тех пор отодлилась назад диплом. Для фосболинизмов, как Деррида и других, она была совсем неинтересной. В наше время, в котором постмолдернизм истязает и уступает место новому культурному периоду, можно оценить заново проблематику периодизации. Действительно, как сказал немецкий философ науки Генрих Рикерт, является гетерогенным оптикумом. Чтобы понять ее, обладать ей, нам нужны понятия, разделения, делать стадии. Для гетерогенного культурного культурного времени, как истурия или выпула, периодизация просто необходима. Не следствием форме прошлого, но следствием познавательной способности человека. Если мы не создаем структуру в прошлом, не сделаем разделения и подразделения, мы не можем замечать, что происходило. Мы не можем замечать связи между событиями, возможно, смыслом событий. Чтобы понять историческое развитие, было создано много разных разделений. Не только для истории, истории человечества в целом или истории какого-то народа и страны, но и для истории подъемных областей культуры, истории экономики, истории церкви, истории искусства и так далее. Я не буду подробно говорить о бесчисленных периодизациях, созданных в четверг и временах. Существует интересная голландская диссертация об этой теме, появившаяся в 1941 году под названием «Периодизация истории. Обзор теории». В этой книге обсуждается несколько сотней теории. Называю только коротко несколько периодизаций и исходных пунктов периодизации. Периодизация, конечно, не только феномен нашего времени. Мы еще ее встречаем уже в античности, у Ташигидеса, который сравнил исторический процесс с циклическим процессом в природе, сочненным летом и зимой. Много периодизации сделано из христианской религиозной перспективы. Наши летом естественники начинаются с рождения Христа, и мы говорим о детках нашей эры и до нашей эры. Очень влиятельной до конца Среднего Гуфля была периодизация Акустина. Он разделил историю в шесть периодов, так называемые «этотеси». Аналогично шести дням творения мира. Акустина еще ничего не знал о дином периоде, может ли Христа, так что пять его периодов находятся до нашей эры. Его периодизация является краткой библейской историей. Первый период от Адама до Шерменного потопа, второй от Потопа до Абраама, третий от Абраама до Давида, четвертый от Давида до Паверонского изгнания, пятый от Паверонского изгнания до Христа и шестой от Христа до конца мира. В своей периодизации Акустина ввел принцип, послуживший примером много следующих периодизаций, то есть сравнение истории с телеведческой жизнью, в которой он, стало быть, различил шесть стадий. Инфанция, публиция, адолесенция, ювентус, графитас и сенектус. Последний период, в котором мы уже живем больше двух тысяч лет, неотвратимо приведет к смерти. Аккустин не предсказал, когда именно будет конец мира. Однако, много правовестников несчастья, занимающихся историей культуры, на основе аналогии между культурой и человеческой жизнью, исходят из того, что цивилизации возникают, растут, расцветают и после некоторого времени кончаются и истязают. Таким пессимистическим пророком нашей западной цивилизации был Восфальд Шпенгер, который в своей заменитой книге «Унтерканг дес Абентландес», «Закат вечерней страны», по-моему, по-русски, в 1918 году предвидел конец европейской культуры в конце 20 века. Другие пророки были более оптимистическими. Полжий мессианизм, возникший в начале 19 века, когда Пуша несуществовала как независимое государство, различал три периода истории. Первая эра дохристианства, вторая – после рождения Христа, когда воспутствуют германские народы, и третья эра – в будущее, когда доминируют славянские народы, конечно, в первую очередь, польские народы. У них задача спасти человечество и положить конец всем невзгодам и войнам в мире. Разделение Шпенглера можно считать циклической периодизацией. Та же самая схема, возникновение, развитие, процветание и упадок постоянно повторяется. Разделение Акустина и польских мессианистов предполагает разовый, уникальный ход истории. Такие периодизации мы находим у немецких философов, как Эйгл, Шарик, Фихтен, и также у Маркса с его периодизацией на экономических началах. Такая же периодизация существует, когда речь идет о технологической развитии. Например, эра до изобретания писания, время от писания до книгопечатания, от книгопечатания до наших дней, в которых начался новый четвертый период, благодаря электроиде. Не принимая в расчет античности, европейская культура и искусство начинают в раннем среднем области. Истории искусства и литературы обыкновенно различают десяток главных периодов и истерии. Некоторые названия больше относятся к искусству, другие культура. Вы их, конечно, знаете, но я их все-таки называю с глобальным определением временем. Романский. Это только существует, как я прилагаю. Романский стиль 500-1200. Готика – 1200-1350. Возреждение – ренессанс. 1350-1600. Воронков – 1600-1700. Флазицизм – 1780-1780. Романтизм – 1780-1830. Реаринг – 1830-1880. Седьмой резин – 1880-1910. Водер резин – 1910-1950. И восьмой резин – 1850-2009. Первые четыре названия прежде всего относятся к искусству и архитектуре. Последние шесть также и иногда больше крик от «вы». Что касается названий периодов, нет разногласия, но существуют разные мнения об определении времени и также характеристики стиля или периода. Это потому, что новый период не начинается действие в тот же самый момент. Например, возрождение было в полном развитии в Южной Европе, в то время, как северная часть Европы еще находилась в Среднем векове. Другая причина – стилей неизвестно снивается. Нельзя сказать, что в определенный год романтизм кончается и реализм начинается. Переходы расплывчатые и различаются и различаются от страны к стране. В зависимости от присутствия в какой-то стране в определенной период известные для периода типичные писатели и художники. И еще другая причина. Не все проводят границы между течениями подобных образов. Есть исследователи, которые вставляют отдельный период между Возрождением и Пароком, то есть на реализм. Или, наоборот, утверждают, что водонизм начинается сразу после реализма, и что символизм не имеет права на существование как один из главных стилей. Как причина чередования периодов и стилей, и каким образом это происходит довольно много написано. Общеизвестны тоже у нас на Западе теории Тиньянова, которые в 20-е годы прошлого века в статьях как о литературе и о литературе и о литературе и факте делают важные замечания об этих проблемах. Неизвестны, по-моему, даже здесь, в России взгляды педагогического медиариста Дмитрия Михачёва и его ученика Игоря Смирнова, профессора отставки университета Констанца в Германии. В своей работе «Развитие русской литературы 10-го до 17-го веков веков 1973-го Михачёв утверждает в уже названных Великих стилях, что развитие стилей асимметричны. Цитирую. Эта асимметричность внешне выражается в том, что каждый стиль постепенно изменяется от простого к сложному. Однако от сложного к простому он возвращается только в результате некоторого скачка. Конец Игоря Стиль или период начинающийся со скачком Михачёв называет первичным стилем. Этот стиль развивается и постепенно усложняется и переходит в новый вторичный стиль. противоположный по своему характеру первичному стилю. После вторичного стиля опять начинается более-менее внезапным заскачком первичный стиль. Таким образом в развитии культуры можно обнаружить комбинации первичного и вторичного стиля. Вихачёв их называют мегапериуды. И, следовательно, пока их пять. Романский готика, ренессанс барокко, классицизм романтизм, реализм символизм и, пока последний, модернизм, пост-одернизм. В своей теории о мегапериодах и о различиях между первичными и вторичными периодами Вихачёв делает несколько интересных замечаний. Ни один из стилей не является замкнутым и неповторимым самодавляющим стилем. Каждый стиль фабилда обращается к предшествующим стилям. родственным ему по своему характеру. Например, в первичном стиле ренессанс и классицизм оба обращаются к отличности. Вторичный стиль барокко тянется готики, романтизм и готики, эц. Во всех вторичных стилях можно обнаруживать склонность и рациональность. они часто закончаются с избиточной декоративностью. Например, роко-ко, как последняя фраза барокко, или южный стиль в конце периода симпатизма. Первичные стили имеют более прямое отношение к действительности. Важно также, что в первичных стилях всегда есть связь с доминантной идеологией. Романский стиль отражает идеологию феорализма, идеология ренессанса, гуманизма, классицизма, мысления, расхищения, реализма, матореализм и позитивизм, и модернизма, тоталитализм, с порогами нацизма и коммунизма. Наричные стили выражают различные идеологические устремления до самых противоположных, прогрессивных и реакционных, как, например, романтизм. Почему такой интерес к теории Лихачева? Мне кажется, что его теория хорошо применяется в наше время. Хотя еще существуют люди, которые думают, что они еще живут в последовательности, период последовательности, несомненно, прошел, и начался новый культурный период. По теории Лихачева это опять первичный стиль. Никто пока не знает название этого стиля, но оно где-то уже существует, как это бывает с такими названиями. Название романский стиль дали этому стилю только в начале 19-го века. Но так долго знать, наверное, не надо. Для нашего нового культурного периода было предложено несколько лет назад название виртуальный реализм. Но это все-таки не очень удачный термин. В первую очередь это два слова и все другие названия стилей только одно слово. «Кроме того, вопреки возможностям интернета, в котором можно жить как совершенно другая личность в этом мире, настоящем мире, с проблематикой изменения климата, экономического упадка, терроризма и войны, мало виртуальности. Каким образом мы можем установить, что мы живем в новом культурном периоде? Есть разные, по-моему, ясные признаки, и тем больше мы их видим. Например, компьютер несомненно вызвал большие изменения в нашей культуре. И, благодаря компьютеру, очень быстро развивали новые науки. Биотехнология в 90-е годы прошлого века, нано-технология с начала 21-го века. Действительно, развитие со скачком, как подходит первичному стилу. Менение эффектно, но тоже типично, во всяком случае на Западе, Натальгена и теорию эволюции, вместе с дискурсиями о Боге и Творении мира. После постмодемистской иронии и постмодемистского лозунга все разрешено, мы сейчас встречаем большую серьезность. Другой признак название книг. В 80-е годы прошлого века появились книги, как Летарь, нео-барокка итальянского семиотика Ома Карабрефи или Йозеф Протский и Барок. Сейчас приходят книги, например, Ренессанс Теория Теория Ренессанса и Теория Ренессанса Теория Ренессанса 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 нашли подходящие названия для нашего нового культурного периода. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Да, пожалуйста. То обстоятельство меня заинтересовало вторичное вторичное эпоха, вторичный стиль и вопрос следующий. Только эпоха модернизма выдвинула в качестве определения такую приставку пост, погрузив описыванный период в периодическую парадоксальную пространство и семантика. Пост не означает ничего содержательного. Если завтра рождение был мангеризм, определение есть содержание модернизма, постмодернизм, поставангард, постхристианский бог, я вчера услышала по имени не означает ничего кроме обозначения заграничности и ничего кроме пост. Да. Не означает и то, что у нашей эпохи нет имени, все-таки это обстоятельство, то, что мы находимся в пост в слепую в пост модернизме, конечно, но конечно нам нужны новые названия, и будут новые названия. Я сейчас сказать пост, 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 что там будет, опять может. Это невозможно. потому, что это первичный стиль, в котором мы живем. Я думаю, что будет такое название, но еще неизвестно, какое. эфир, этот виртуальный реализм может быть дешевле этому это возможно было. Но потом была америка, катастрофа, наши настоящие рассказы. Виртуальность это не хорошее условие, но будет, наверное, другой условие. Пожалуйста, стать. Я хотел виртуальный к вашей теории добавить еще один принцип, который появление большого количества фильмов, где виртуальная и реальность смешивают все и мы не понимаем, где, как, что происходит с героем. Этого раньше не было виртуальной церкви. Так это сегодня будет сегодня. Спасибо. Пожалуйста. Юля, вы могли бы назвать конституирующие черты нового большого стиля и с какой идеологией он связан, по вашему мнению? Вот сейчас для листочки. Здесь и сейчас. Что происходит? Да. Вот какие основные черты нового большого стиля и с какой идеологией он связан? Ваши личные ответы. Первое обучение. Как я сказал, сейчас это заметно у нас на Западе, во всяком случае. Больше серьезности. Действительно, говоря о эволюции жизни, о творении мира, это большой спорт. В Америке у нас тоже во время постмомерализма. Там тогда была ирония. Сейчас ирония естественно, почти. Не в жидане, не сразу, конечно, но вообще в культуре. И ну, что будет, это трудно сказать, потому что это переходный во время, конечно, еще и как сказать, успеял этот новый эволюции. То есть, этих чертов такого стиля назвать невозможно сейчас? Нет, по-моему, нет. И даже сказать, с какой идеологией он связан? Ну, как же литература в России. Это уже новый реализм. Это действительно в крови это существует. Новый реализм, по-моему, да. По-разному это называют. Разные есть направления. Есть такое, есть? Конечно. Более. Конечно, да. Если не ясно, что именно будет самый доминантный признак, ну, мы ждем, мы думаем об этом, и мы просто видим вокруг наших, что происходит, и, может быть, видим, что-то важного для этого. и мы можем продолжить. У меня, наверное, вопрос цепляется за предыдущее, точнее, замечание или соображение. Дело в том, что, если вы помните, вот эта теория была, не знаю, в 58-м году высказана еще Дмитрием Чижевским, и он располагал эти стили по синусоиде, в нижней орбите, в которых располагались первичные стили, и потом по избыванию выходили на вторичные. Так вот, одним из дирекциальных признаков первичных стилей, кроме тех, которые были потом названы вами, назван и следующий признак. Первичные стили обслуживают власть. Это та эстетика, которая культивирует власть и пропагандирует ее. не кажется ли вам, не кажется ли вам, что тот стиль, который сейчас, я как бы впадал к этому вопросу? Павро, ну тогда нужно ставить вопрос о власти. Тогда у нас будет очень сложный речь, да, поскольку речь тогда шла, естественно, об общеевропейском пространстве, и там это работало, для нас это, возможно, в нашем пространстве, сейчас это и работает. А по поводу европейской культуры сказать не могу. Какая тенденция, на ваш взгляд, существует вот в этом направлении? Трудно сказать, трудно сказать. Я не надеюсь, что мы будем опять под власть, но нет, трудно сказать. Наверное, правда, что будет идеолог, и она, опять же, растет. И какая эта идеология будет? Конечно, я надеюсь, нет, но что сказать? Я ясно. Я хотел напомнить, что очень часто названия стилей, но не только тех, о которых говорил докладчик, но и других, давались как бы пунитивно. не всегда были самоназвания, как, например, футри. Мы помним, что в ряду с термином реализмом был термин натурализм, который вовсе не носил комфементарного характера. мы прекрасно помним, что термин импрессионизм первоначально был не ругательством. Аналогичное было вначале с термином модернизм. Может быть, надо подождать, пока наш стиль, так сказать, ругают, и тогда он услышит его мнение. Ну, Юрий, я только говорил о важных аж важных течениях. Но с магиевизмом то же самое. Это когда он начальник с рамки. Конечно, было негативное суждение. про рамки. Да, пока. пока. Ну, конечно, кончено, не могу сама упустить. Для меня доклад Илона Ристейна связан с докладом Татьяны Михайловны Николая о повторах. Потому что я вижу, что в этой классификации стремление сначала все разделить, чтобы все было разное. Как только разделили на разное, стремление возвратиться в модернизм, в постмодернизм. Но главное, что остается модернизм. Авокат, поставокат и так далее. Необорот. То есть, либо вот эти вот шифтеры нео или пост означают стремление к повторению. Как я это восприняла? Что-то мы не общим позднее видим. Очень просто. после чего я вам спасибо было. Спасибо. Следующий доклад Софья Борисовна из Вы знаете, опять один из героев, как всегда главный, в моём сообщении Кабатус. И в данном случае мы сегодня с тем, что он стал любимым героем, вроде бы Миколайчи. и по-настоящему нас познакомим, потому что мы много лет были в одном институте, но настоящее общение было связано с его заинтересованностью о Каваевсе. И наши беседы о Каваевсе – это одна из самых больших радостей в моей научной жизни. Ну и буквально одна фраза перед тем, как прийти к сообщению, которую вы можете воспринять, мне кажется, как одну очень маленькую периферинную иллюстрацию к той проблеме, которая нас занимала в будущем сообщении. Очень периферинную, очень частную. Итак, в 1990 году в Альфинах вышла «Необычная андорогия», которая приобретла к себе внимание критики и читателей. Называлась она «хамели фоми», то есть «негромкий голос» под заговорок в гирько минувшей эпохи в старых ритмах. Личная андорогия Манолиса Анатасакиса. Первая часть ее названия закрепилась в литературном эпиходе почти как термин, отмечивая тем, что в нем отсутствует патетика и высокий слог. Анатасакис принадлежал к первому послеподинанному поколению технических поэтов, совсем юными вступивших в сопротивление, прошедших через тюрьмы японского геря гражданской войны в 1947-1949 году, «Чем объяснить любовь Манолиса Анатасакиса к негромким голосам в поэзии начало 19-19-20 века? Может быть, не только его давили подъем к этим поэтам, но и новыми чертами художественного восприятия его поколения, которое по-новому увидево литературное явление, ранее несправедливо и замеченные, перенамеренно обойденное молчание. Негромкость когда-то, гораздо раньше, приписал своему творчеству русский поэт, который так же предугадал своего читателя в более поздних временах. Конечно, это протест. И здесь и далее я часто буду цитировать фрагментарно, много промежуточных пуска. «Мой дорогой, и голос мой негромко, его найдет далекий мой потомок в моих стихах. И, как нашел для другого поколения, читателя найдет потомствие». В греческой литературе к негромким поэтам, недооцененным современникам, кроме тех, кто вошел в антологию Анатасакиса, можно было бы отнести и Кавальдеса. Как и Бороденский, он надеялся на понимание и признание поколениями в будущее, в ней, которое будет мыслить значительно больше, нежели сегодня. Мы знаем, что суд времени превзошел все его ожидания, однако признание, ныне всемирное, пришел к нему с большим запозданием. В Греции этот процесс протекал медленно, и, как это ни странно, его течение ускорилось по прямому степени именно благодаря первому посредственному поколению, человеку, который увидел в Кавальдесе близкого себе поэта и во многом учителя. Основой исхождения служил один и тот же тип движения от романтического идеала. У последовательных поэтов этим идеалом была радикальная идея общественного преустройства, к трезвому анализу, привлекавшему на помощь опыт времени, отражавшего драму личности в антологическом аспекте, и пользуясь более сдержанными приемами, например, драматизацией, обеспечивавшей дистанцированность автора. Пареты, которых включил свою антологию на «Отностоис», не могли бы претендовать на свою значительную роль, но они вылибывали от нового прочтения в три оценки. Валентус и Мавелисы, открывающие антологию, мне давно хотелось сопоставить с Каванусом, уяснить точки их соприкосновения в литературном процессе конца 19-го и началом 20-го века. В своем разе этого процесса предопределялась хорошо известной болганской ситуацией. На городовым турецким видом, при становившем естественное развитие, что в период освободительной борьбы и после освобождения повлекло за собой стремление на верстать упущенное, в том числе в области искусства и литературы. Это неизбежно рождало смешанной, во многом несбалансированной формы, когда то, что должно было давно состояться, но возникало только теперь, совмещалось с наившими тенденциями мировой культуры. Механизм такой модели давно и компетентно раскрыт в работе в Бронии Гачева об ускоренном литературном развитии в странах Юго-Восточной Европы в период их национального формирования. Для Греции, завоевавшей независимость до 20-го года 19-го века, ядром культуры нового времени стал романтизм, поразительно добрый и упорный, не забавший своих позиций. Если на первой стадии в рога разоборительной революции в 1881 году романтизм включал в себя и патусы боги просвещения, и черты классицизма, то на исходе века он активно усваивал черты новых направлений фанаса и соборизма. Комбарус и Мобильс оказались свидетелями и участниками заключительного этапа романтизма, представив две из многих его реакции. Я попробую выявить и то общее, что было в их началах, и то, чего они разошлись, и что определило дистанцию между ними в истории литературы. Комбарус, начинавший более чем скромно и, на мой взгляд, явно слабее Мобильса, стал великим поэтом. Мобильс же занял расстройное место в кругу поэта Минорис. Оба родились и выросли в негреческой метрополии. Комбарис в Египетской Александрии, Мобильс на острове Порфу, их семьи подлижали к высшему кругу местного общества, оба имели доступ к тому, что происходило в культурной жизни Европы. Мобильс, благодаря многолетним пребываниям в Германии, оказался в особенно выбирочной ситуации, Комбарису Космополистической Александрия предоставил немало возможностей. Мобильс, в конце концов, завершил затянувшийся курс университетского образования. Комбарис даже не открыл этой головы, но уловил в спеле плотных студиях. Их аудития производила сильное впечатление. В воспоминаниях о студенческих годах Мобильс и его однокашних отмечают, что тот учился бессистемно, был не мстичен, но колоссальная память и способность к концентрации эффекта сделали его крепким коваризмом энциклопедических знаний. Тоже самое, говоря, Мобильсу Комбарису. В белорусские годы они модели щедро дали связь к жизни, однако и к сильному переживанию, в результате чего Комбарису пришлось 30 лет проработать мелким чиновникам в округлении Молиорадзе в Александре. Мобильс же, хоть и испытывал определенные затруднения, смог осуществить мечту, в которой велели пола безразделенно посетить себя пояс. Правильные его литературные занятия не разу прерывались под криком даров Родины. В 1796 году он на воскаршем Крите. В 1797 году в Эпире участник репутурецкой нойны. В 1909 году в Афинах текуда учили здесь было проводить Агрессию. В 12-м году вновь прилили доброволец первого Афганской войны. Смертельно раненый он успеет сказать, «Я не мог себе предстать, что буду им учесть во имя Родины». Начиная они в разных романтических школах валились в ионических, где кондиировались в живой разговорный язык демонтика и широко использования фольклора, Кавалис в Афинской, где утвердился ориентирован на древнефейческий язык катарелоса. И хотя они оба соматической экспансивностью обращаются к общим романтическим темам, Кавалис проигрывает в сравнении, поскольку холодная архаика катарелоса сдерживает уникальную юридическую непосредственность. От беззаботного настроения первого стихотворения нискоре уходит атмосферную амфорию. Романтический тело представляется негревожным, но подвергающимся постоянной угрозе на земле, являющим собой шар холодной мрачной Кавалисе. Тихотворение фактическое 86-й год. Или где вездесущая отрыва обмана Малинис, дитих коварному другу 85-й год. Этот дитих Малинис представляет собой коротцентный пример романтической театры. В первом стихотворении прекрасного бездруга с сияющими глазами, огонь которых развеивает зубой брак ночи, вдруг резко меняется. Как жабы прячутся на боговине, таится за густой травмой, так звым обманом искажена ныне прелестный облик твой. Навек отрады не отрады Боже. В втором стихотворении фактически картине весеннего святения природы противопоставлены скрывающиеся от глаз, опасные звери, змеи, коварные друзья. Эти ранние опыты и вакеческая Кабариса, Кабарного другу Матилиса, были публикованы почти одновременно в рурнале Гестерос, но Матилиса была одна из ее публикаций, и тогда все первое. Возможно, уже тогда не обратили двух добрых вниманий. В начале 1990-х их пути вновь перекрестились на странице журнала опеконом силы. В 1890-е годы явились для них периодом подступов зрелости. Возвратившись из Германии на кофе, Матилиса достаточно более одновременно любит свои стихи. Кабарис, после катеретнего молчания, посвященного смене стиле, проявляет большой активность как на политическом, так и на критическом облаще. Много духа, который приносит курицу парнаса и символизм оказывает на наших политах влияние, но не подчиняя все целом. Свой первый сонет из Германии Жанна Фарнассов, Малилис описал, когда ему было 16 лет, и остався верить ему до конца, но темы его поэзии, исповедаясь поэтического слова от первого лица, он всегда сохраняет на политическом печати. Значительным его достижением будет совершенствование требовательной формы сонета на базе лимонтики, которая еще не вполне оформлялась как язык литературы. Он энтузиаст лимонтики, готов посвятить ей жизнь, отстаивая ее права, следует принципу, сформулированную совогнозом, а неразрывной связи языкового вопроса с проблемой свободного национального сознания. Он признает, что лимонтик пока не совершенно не сформированный. «Очевидно, что перед Мариасом не вставала дилемма, которая возникла перед Коварисом, писанным на одном языке, или в другом, уже сложившись литературно. Для него это мог быть и английский, и танцузский. Имея Мариаса на момент добавился на такой мысль, но он все-таки предпочел преодоление его слова «тысячи приветствий» на родном языке. На гимонтику от перехода в 1790-е годы, несколько позже многих современных эмо-греческих поэтов, но пойдет дальше к поэтическому языку гибко следующим заходом авторской мысли, приближенному естественной живой речи с ее разговариванием иконацией обыденным, конкретным, четким, словом, что было тогда новаторством. Мариас ограничивается тем, что стал принимать большую сдерживность в романтическом влиянии чувств и в использовании определенной образности. Осмелюсь все-таки предположить, что на той стадии, когда Кабарис продвигался через боберит поисков своего пути, это был очень сложный боберит, который был не состоял участие в проекте вид. Вслед за ним он явно учитывал пример манилиса, характер его демотики, использованный многих форм, с их лаконичностью и грамматичностью и отчетливыми нравственно-диодоптическими протеками. В стихотворении «Кабарис Астралийцы» в 1791 году, первое на поле «Кабарис» после пяти летнего прерыва, было во многом знаменательным. В армянской схеме это было не первое санэ, но волнеется симпатической литератичностью. Строится в них символ, и проект как бы испытывает его возможности в художественном обобщении и опосредованности послания. Строительство именуемое прогрессом продвигается самоотверженным усилением добрых рабочих, текущихся о том, что разобревать для будущего поколения без обеда счастья, но этому литерическому поколению не сожжено. Но, кстати, никогда, разводимое трое руками, и напрасный труд начнется сначала. Недляя заключить, хотя в греческом литературе об этом моментаус, вероятность осознанной анюзии славилонской бабушины. В остальных сонетах, которые в своем имя пишет Камальдис, пожалуй, больше порносизмом, у Малиниса, хотя изобретает литературе он более больно обращается со скровой схемой. А сонетом Малиниса известный историологической литературе и что они безупречны и по праву занимаются израильными реставричными сонетами. В сонетах Камальдис, он пишет несколько сонетов 1992-1993-х годах, проносизм ощущается последовательным обращением к темам античности, в эффекте остраненности, исходных слов с синическими сюжетными решениями. Шлифуется техника, которую Жерманский при мнении к творчеству Ахманты назвал новинистичностью. Из параллельных парнастских супругосимболистских стихотворений Николайуса, а действительно это два потока параллельных парнастских и символистских существуют и романтические все более слабые, все более угасающие. Так вот, из символистских их выделили далеко не самое характерное стихотворение, но именно оно будет первым, в которое поэт позднее включит свой канон. Все то, что было до этого, было опубликовано и отбегано, и вообще никогда при жизни поэка не было поздно. Так вот, свечи пойдут в физическую полезию, как образ приходящей человеческой жизни. В нем еще придано стоят цепочки радужных свечей зажженных, живых, навязчих, золотистых свечек. Именно вам же остались позади, печальные череды, свечей погашьих. смогли вперед навязать через зажженные, но вернуться страшно, страшно осознать, как быстро множится число свечей погашь. «Нет возможности в рамках распространения проследить за всеми нюансами экспериментов, которые вам проводят, и в результате которых наружу бежим наконец вырисовывается тот колокс, каким мы его представляем себе сейчас. Метание между романтизмом, агнасом и символизмом завершается трудным, но решительным преодолением романтической инерции, отказом от внешних атрибутов символистской поэтической формы, при сохранении, однако, идеи символов как средство художественного обобщения. Так, по античным маскам древней древней высвечивается вечная ситуация и идея. Упоминал его истоматильные всемирно известные типы творения начало XX века. в мобилы, сакрами, напидая по картону, в даму. В дальнейшем пусть гавариса уже нет хронологических правов. Собоставление гавариса с мобилистом помогает еще чуть лише увидеть, что в переходные теоретические периоды еще в 1890-е годы практически не существует чистых форм. Романтизм, параносизм, символизм, реализм. Приводает внимание синтетического характера под скрещивание отечественных традиций с влиянием нового литература в течении сахара. Пользовавсь формой Соломоза. Я не поясняю, кто это, это органайзер нового литературы действительно, но чрезвычайно интересная идея нет возможности так вот такого рода можно было бы назвать видом смежных, но закономерных. В сфере монтической техники монтизм, несомненно, следует фарганской модели. В художественном восприятии мира и человеческой личности, особенно личности дворца, он остается умеленным романтиком, воспроизведение двумя ощущения, использует круги, символизм. Символизм, констономленный на мелодичность, обещает его усиливанию гармонии, в которой он акцент в природе. Природа учит сочувствием, соучастием, альтруизмом, и поэт охотно воспринимает этот урок в столь созвучной характере его творчества, его личности, и, как нам кажется, как бы предмещающей его судьбу. Законяется ссылкой на важнее, что, как мне кажется, точку соприкосновения в планете сей-каналис. Оба упустились в путь еще мировом этическим диагнозом, и, несмотря на очевидное расхождение в курсе дальнейшего плавания, не отказались от него. Мангелис доказывает нам стихозалениями, посвященными еще не завершенной освободительной борьбе и по Родине, патриотическими поступками, самопожертвованиями, мировым. Каналис с постоянной заботой о судьбе человеческой меры. Чутко они воспринимали и судьбу личности в жизненных испытаниях, выбирая общую позицию, героического эстетизма. Перед лицом неизбежного они выражали благодарность жалоб познания, радость, которые подарила им жизнь. Как предвестник Кавалиса словопопеда Игорь Антония, звучит в сумме как там Мангелиса описание встречи возобратной, последней, эти косы золотые, встречи без знаков, или поцелуя, и глумые очи завитые слезами, напоследок нам дарует, тот бортий Жанн, Женька с ним пропадает, как бледная фиалка убедает и вот смахи. У кого все темы прощения с жизнью ставит она несравненно более высокий экологический уровень. Когда вне завода в час глубокой ночи услышишь за окном оркестр и зримы, божественную музыку и голоса, давно вы только всему отважны, прощайся с Александрой, она уходит, а будь рады, когда Александр уходит. и вслушившись с волнением, однако, без жан, и без девочек ходи, волшебную мелодию оркестра, не ныри, не наслаждаясь каждым звуком, прощаясь с Александрией, которую теряешь, а кукерает и на Александрию уходи. Повтором, как значительно убедили концерт, Александрия, она уходит, Александрия, которую теряешь. Казалось бы, ничего, сколько с этим стоит. Умывали самые достойные свои фермопилы долго и оставались верными им до конца. стихотворения Николая Фермопилы, точнее 101, точнее 103, никогда, одно из первых периодов наступающей зрелости могло быть посвящено Мавильсом. Честь величина и память тем, кто в будни жизни воздвиг и охраняет фермопилы. Тем больше им честь, когда предвидят, а многие предвидят, что в конце появятся коварные эфиры, и что мы идеально все-таки проходим. Момент с войны в 1912 году, когда для Камандеса начинался в высокой зелевости. Творческого взлета в греческой поэзии до сих пор он превзойден. Я получу. Спасибо. Пожалуйста. Правильно ли я понял, что особую роль в становлении поэзии и выработке стиля сыграл сонет? Так это прошло очень отчетливо и цена это бывает в десятилетии или в пятнадцатилетии. И получается так, что дисциплинирующая форма оказала здесь влияние. В связи с этим просто если можно удовлетворить мою любопытность в одном. Насколько в греческой поэзии распространял венок сонета? Есть ли какие-то примеры? Венка сонетов нет. Есть цикл сонетов у Баламаса, но не связаны органично. Просто форма сонетов вы абсолютно справедливо это заметили. Она в греческой поэзии нуждалась в стройной внутренней организации. В преодолении романтической расклывчивости, многословности. Она обязывала его иммамилис и Кававис ну Кававис скоро в этом перестал нуждаться. он нашел свои формы, он нашел свой язык. И, конечно, за ним стояло будущее. Он написал несколько сонетов в 1892-1993 годы и к этому практически почти не возвращался. вы уже не воспринимали как с обедом. с достаточной без снований идти на переход, но мне кажется, что у поздних, у зрелых столь осталось романтизма, армаментализма, всю жизнь буду называть это символиком. И даже вот этого Александра Куханина там столько более сложных и так далее, когда это читаешь по-гречески, все эти романтические виды, они очень чувствуются. И поэтому при переводе начинают Кавафиса украшать. Это невероятно, в коем случае. Нельзя ни в коем случае. Потому что это какая-то измена Кавафиса. Дело в том, что у Кавафиса его первое десятилетие XX века оно уменьшено уже значительно бездвигами, безусловно. Но вы знаете, как раз в это десятилетие он пишет свои дилертические монологи, где его мировоззрические позиции выражаются с большой непосредственностью, которую патологическое начало очень ощутимо. А потом он отказывается от мировоззрических сюжетов, он переходит к сюжетам исключительно историческим и все это историческим. И за этим уже стоят жизненные склады. Жизненные корни. Ну, естественно, подтекст есть. Конечно, но и все дорогие. Александрийские цари это такое ироническое стихотворение. Да, безусловно. Да, безусловно. Да, да. Но все это, понимаете, каковая царь, каковая царь, каковая царь, невероятная взрыва. Такая взрыва мышления. Такая голосовская девушка. Вот нет возможности о друге говорить. Ну, я на товаре все положила жизнь, если вам что-то вообще моя лицературная научная и литературная и литературная неуставить повторять, что собственно действительно ввела русскую традицию каваписа в 67-м году 11 стихотворением, в 67-м году что можно было протащить по национальной литературе. Я не понимаю, как она умудрилась отобрать 11 стихотворений, представив всего каваписа, всего такого зрелого и кознего каваписа и лирику, которая была под запретом. Ну да, бывает скрытая его родина. Так, Господи, я тоже открываюсь я закрываю это. сообщаю, что у нас будет четверть часа, пожалуйста. И в пятнадцать мы слушаем и обновленно. обновленно. Продолжение следует...